Вот смотри, смотри, вот эти милахи научились пришвартовываться к лодке и просить рыбку, им даже охотиться теперь не надо, и прокатился с ветерком. Да, вот это нахочилось. Ну все-таки морской лев, ну как с таким красавцем не поделиться? Ну все, хватит, мы с тобой уже 10 видео смотрим. Да, пора. Доброе утро, губерния, с вами любители животных Александр Кондратьев. И Виталия Пушнякова. Уважаемые друзья, сегодня международный день моржа, это, между прочим, самые большие ластоногие. В последние дни осени моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив. В это время они особо уязвимы и нуждаются в защите. Ну а мы сегодня на радость зрителям поговорим не только о моржах, но вообще обо всех удивительных животных. Ну их на планете предостаточно. Ну а пока к новостям, например, о рыбках. В Самарской области запретят траловый лов рыбы, то есть с помощью сетей. До этого момента запрещен был только донный трал, но губернские рыболовы все-таки обеспокоены состоянием нашей флоры и фауны. Говорят, что все-таки люди разрушают экологию Волги, так что Саратовское водохранилище теперь у нас только для культурных рыбаков с кодексом чести. Траловый лов рыбы у нас запрещен вообще. И еще парочка новостей. В Самаре открылся ипподром «Арена». Новый спорткомплекс, здесь есть крытый каток с трибунами на 250 мест, также два бассейна для взрослых и детей, тренажерные фитнес-залы. Еще недавно, кстати, в Отрадном открыли фитнес-центр. В Новокуйбышевске и Сызрани дан старт строительству новых физкультурно-спортивных комплексов. Медицинский колледж имени Ляпиной будет готовить врачей новой специальности – оптометристов. Оптометрист проверяет зрение, также поможет вам подобрать очки, линзы и также справляется с несложными болезнями глаз. Но для этого ему достаточно иметь среднеспециальное образование. Известный джазовый пианист и композитор Григорий Файн приглашает всех 27 ноября на свой юбилейный концерт в филармонии. Он будет исполнять собственные сочинения симфоническим оркестром, а также джазовая импровизация со своими друзьями и всеми членами своей многочисленной музыкальной семьи. Новогодние комедии, которые планируют снять у нас в губернии, наконец выбрали название способом всеобщего голосования в социальной сети. Называться оно будет «Борода без даты». Теперь создатели фильма, которые совсем недавно были у нас в студии, ищут актеров для массовки. Им требуется 300 человек, которые будут играть Дедов Морозов. Ну и, кроме того, объявлен конкурс среди создателей саундтреков для фильма. Ну а первые кастинги состоятся 1 и 2 декабря у нас в губернии. Да, настроение Нового года уже чувствуется. А вот погодка соответствует? Погодка отличная, не единого облачка, солнышко, минус 15. Для полной идиллии, конечно, не хватает сугробов, так с двухметровых. Да, ну а кто ждет Деда Мороза с самого лета? Ну, это, конечно же, дети. Чем они заняты сегодня, узнаем из нашей понедельничной рубрики «Поколение.ру». Привет! Меня зовут Ира. Я из России. Оу, а меня звать Пол, и я немного знаю русский. А правда, что у вас медведи ходят по улицам? Нет, это глупый стереотип. Какие ваши доказательства? Очень просто. Я сейчас покажу тебе обычную российскую улицу. Вид из моего окна. Это не то, что ты подумал. О-хо-хо! Они у вас еще и подрабатывают. Very well! Мама, а почему у тебя такие большие уши? Чтобы лучше слышать тебя, одевайся. Мама, а почему у тебя такие большие зубы? Чтобы лучше кушать. Мы опаздываем, одевайся. Мама, а почему у тебя такой огромный нос? Чтобы лучше... Да куплю я тебе эту красную шаку. Ту, которую мы видели с пупончиком. С пупончиком, с пупончиком пойдем. В переводе с латинского морж означает гуляющая с помощью зубов морская лошадь. Да, представляю себе тройку моржей с бубенцами. Ну а когда морж вылезает из воды, он своими клыками цепляется за льдину и кажется, будто он ходит на этих самых бивнях. А моржовьи усики – это вовсе не волосы, а вибрисы – чувствительно-тактильные органы, чем-то напоминающие кошачьи усы. С их помощью моржи прежде всего ищут себе пищу, моллюсков, улиток и прочую морскую мелочь. Моржи вообще весьма дружелюбные животные, не агрессивные, так что могут даже спокойно вздремнуть на спинах товарищей. Конечно, не пока они в воде находятся, но на лежбище точно. Да, эти огромные животные способны замедлять свой сердечный ритм, чтобы выдерживать низкие температуры. Могут проводить под водой до получаса, не вдыхая свежего воздуха. Ну а что же, люди моржи, у них, наверное, тоже сегодня профессиональный день. Нет, мне кажется, все-таки их профессиональный день – накрещение, когда многие окунаются в ледяной прорубь, даже если никогда не моржевали до этого. Наверное, это все-таки опасно. Ну вот за 5-10 секунд в холодной воде человек не успевает переохладиться. Вот если пробудет там минут 10, тогда да, это действительно становится опасно для жизни. Опытные моржи утверждают, что главное вообще-то это позитивный настрой на окупание. Поэтому да, моржи у нас настоящие оптимисты. И кроме того, вырабатывается гормон радости, эндорфин, создает чувство удовлетворения жизненного подъема и оптимизма. Поэтому закаленные люди, они вообще не только мороза не боятся, но еще и жизненных передряг. Так, в общем, пора закаляться. Начнем, конечно, с простых движений. Прыгать в холодную ванну не заставляем. Доброе утро, дорогие друзья! С вами канал «Губерния». И сегодня на нашей зарядке мы будем выполнять функциональные упражнения, которые способствуют развитию всех крупных мышц ног. пресса спины и верхнего плечевого пояса. Первое упражнение называется «Приседания и разгибания рук». Для этого нам потребуется бодибар, степ и коврик. Берем бодибар. Исходное положение у нас. Ноги на уровне плеч. Бодибар на уровне груди, согнутых руках. Выполняем приседания. Раз. Три. Четыре. Пять. Не забываем про дыхание. Шесть. Хорошо. Дальше. Дальше второе упражнение у нас называется «Обратное отжимание и разгибание ног по переменам». Занимаем исходное положение упор сзади. Ноги согнуты. Постановка рук на уровне плеч. Сгибаем руки вниз. При разгибании рук разгибаем одну ногу. И обратно. Другую ногу. Наверху выдох. Внизу вдох. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Хорошо. Следующее упражнение. Занимаем упор лежа с носок. Спину держим ровно, таз вниз, не опускаем. Левым коленом тянемся к правому локтю. И ставим на место ногу. Так работаем по диагонали другой ногой. Два. Три. Обязательно дышим. Четыре. Високо таз не поднимаем. Хорошо. И последнее упражнение на сегодня. Занимаем исходное положение лежа на спине. Ноги ставим на степ. Руки за голову. И выполняем скручивание. Поднимаем лопатки, поясницу от пола не отрываем. Плавно опускаемся, лопатками касаемся пола и обратно скручиваемся. Два. Не забываем дышать. На подъем выдох. На опускание вдох. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Здесь. Хорошо. Все, на сегодня зарядка закончилась. Спасибо большое за внимание. Удачного дня. Ладно, мы долго к этому шли. Наконец, переходим от морских котиков и моржей к виду котик обыкновенный, домашний. Да. Все-таки похожи мы в своей любви к этим пушистым созданиям на египтян, которые им поклонялись. Да, но вообще-то сейчас врачи говорят о том, что если вы чрезмерно любите своего кота, то что-то с вашим организмом не так. Вполне возможно, что в нем поселился паразит, который перекочевал из организма вашего любимого пушистика. Таким образом, он делает кошек привлекательными для их жертв, а также может повлиять на свойства личности человека. Да, вы как думали? Между прочим, кошки трутся об людей, таким образом помечают свою территорию. А вот облизываются они, потому что пытаются избавиться от человеческого запаха. И, между прочим, даже могут манипулировать людьми, когда свою мяу подстраивают под такой детский плач, когда они хотят кушать. Такие несчастные мяу, мяу, да. Вот, да, котики нами манипулируют. Зато кошки у своих хозяев снижают риска инсульта и инфаркта на целую треть. А мужчина, у которых есть коты, будет чувствовать себя более счастливыми в любви. Это настоящие антистрессовые таблетки. Даже провели эксперимент, запустили котят в комнату, где находилась толпа людей переутомленных. И как ты думаешь, все, утомление как рукой сняло. Да, ну ладно, если вы чувствуете себя особо разбитым, тогда можете подвергнуться кототерапии. И даже у нас в губернии есть такое кота-кафе специальное, где можете потискать особо жирненькие экземплярчики. Да, ну вот кто-то не может жить без котиков, а мы никак не можем обойтись без календаря губернии. Его время пришло. На календаре ноябрь, 24 число. Подготовкой к зиме 24 ноября 1900 года был занят самарский губернатор Александр Бринчанинов. Он заказал местному купцу Юлию Христензину сапоги. А не могли бы вы, сударь, доставить мне пару хороших сапог? Не прошло и двух часов, как губернатору привезли добротные сапоги работы лучшего английского мастера. Роль мадам Грицацуевой в «Бессмертной комедии 12 стульев», снятой Леонидом Гайдаем, стала звездной для Натальи Крачковской. Яркая комедийная актриса театра и кино, заслуженная артистка России, родилась 24 ноября 1938 года. В этот самый день, но в разные годы и столетия, на свет появились. Александр Суворов – великий полководец, не потерпевший ни одного поражения в своей военной карьере. Александр Масляков – популярный телеведущий, организатор и ведущий КВН. Эмир Кустурица – известный во всем мире сербский кинорежиссер, актер и музыкант. Альфред Шнитке – советский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР. Как завоевывать друзей лучше всех знал Дэйл Карнеги. Известный американский писатель, педагог, специалист в области человеческих отношений появился на свет 24 ноября 1888 года. Дэйл Карнеги говорил, что имя для человека важнее всего. День своего имени сегодня смогут отметить Викенти, Викторы, Максимы, Евгения, Степаны и Федоры. Этот день мудрые люди советовали проводить дома, поближе к печке и горячим щам. С Федора студита, как его назвали в народе, станет холодно и сердито. Так говорили в старину. По Федору судили о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд, к лету можно было запасать корзиной туеса. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными ягодами – малиной, земляникой, черникой. С пожеланиями приятного чаепития и хорошего дня. Прощаюсь с вами до завтра. Уважаемые друзья, напоминаем, что вы можете писать нам, присылать свои фото и видео в группу ВКонтакте «Утро губерния». Ждем с нетерпением. Ну а дабы разнообразить умилительные фотографии и видео про животных, мы сейчас посмотрим на морозную Самару в исполнении Александра Попова в нашей рубрике «Яркие кадры». Отличные фотографии. Интересно, а фотографу нужен наставник? Ну не знаю, как фотографу, но художнику точно нужен. На выставке «Наставники и ученики» побывал наш корреспондент Татьяна Пецина. Юный воин и седой старец. Низкий поклон, сдержанные рукопожатия. Встреча – одна из свежих работ самарского художника Николая Кикина. Приглушенные тона выбраны не случайно. За спокойными красками зрителю легче разглядеть глубокий философский смысл картины. Встреча друзей, как раз какую я сегодня ожидаю увидеть, встретиться с друзьями, потому что институт я кончил лет 5, 6, 7 лет назад. Вот и когда мне было предложено встретиться творчески со своими преподавателями, со своими сокурсниками на этой выставке, я сразу понял, какую работу я буду выставлять. За 20 лет существования кафедры изобразительного искусства Поволжской государственной социально-гуманитарной академии интересных работ набралось на целую выставку. Так и поступили. Из сотен картин, написанных в мастерских, выбрали всего 50. Недаром вернисаж назвали «Наставники и ученики». Композиции, натюрморты, портреты и пейзажи созданы как маститыми педагогами, так и совсем неопытными студентами. Эта выставка для нас знаковая, потому что она является результатом нашей работы 20-летней. Наша кафедра была первой в Самаре, где стали обучать художников в высшей школе. И поэтому мы сегодня смотрим результаты наших трудов. На отдельном стенде представлены работы выпускников последних лет. Эти мастера-кисти в союзе художников пока не состоят, творческого стажа мало. Картина молодежи – сплошные эксперименты. Вместо привычных бескрайних пейзажей – композиции в жанре символизма. К примеру, магические часы. На мерное тиканье этих стрелок сонные мотыльки летят, как на пламя. Или музыка будущего. Причудливые дуэт дудочки и скрипки в руках нездешних персонажей. Какие красивые работы. Я смотрю, учусь, как все это, как мастерские деланы. Также здесь выставляются наши преподаватели, педагоги. Это довольно-таки интересно посмотреть, какая их манера письма. Первую мотаю на ус. У истоков кафедры изобразительного искусства стоял заслуженный деятель искусств Юрий Иванович Филиппов. Колоритные самарские церквушки, бескрайняя Волга-матушка. Пейзажи метро сегодня украшают музейные и частные коллекции по всему миру. И на этой выставке его краски засияли ярче в окружении работ учеников и воспитанников. Татьяна Пецина, Дмитрий Столяров. Программа «Утро губернии». В гостях у нас учредитель приюта для животных Амаль Баева и фельдшер Анна Нуждина. Доброе утро. Доброе утро. Сколько животных у вас в приюте на данный момент? 120 собак и 30 кошек. Ого. Ничего себе. Как вы справляетесь с такой большой семьей? Ну, с трудом, но уже как-то привыкли к такому количеству, поэтому, кажется, вроде ничего, вроде нормально. Какая-то большая семья. Как попадают к вам животные? Были какие-нибудь удивительные истории, может быть? Каждая история, да, по-своему удивительная. Каждая, да, удивительная по-своему. Кто-то теряется, кто-то хозяевами отдается. Вот когда теряется у нас был случай, Стаффорд потерялся, но мы его приняли все старый, думали уже на доживание. И тут чисто случайно хозяйка увидела к нам, приезжали волонтеры, фотографировали его, все. Тут вывесили у себя на работе, она увидела, это моя собака. Он сейчас в приюте приехал, все, забирает, моя, мы его искали. Да, искали, думали, все, ушел, доживать там, умирать куда-то ушел. Искали, не нашли. Он у нас живет, хорошо все. Она все, спасибо, спасибо, забрала. Счастливая собака тоже, счастливая, да. Ну, а как вообще люди берут животных из приюта? Становится ли это популярным в наше время? Все-таки многие журналы часто пишут о том, что вот давайте брать лучше собак из приюта, чем покупать каких-то супер породистых, дорогих собак. Берут, берут и, ну, берут немало. Конечно, хотелось бы больше, потому что приходится принимать больше животных, чем мы отдаем. Хорошо берут кошек. Особенно сейчас открыл Скотта-кафе, где наши кошки, вот оттуда, где их можно посмотреть, как они бегают, прыгают, играют. Оттуда стали много забирать, ну, и собак тоже приезжают, кто в частный дом, кто в квартиру для души, кто-то хочет, вот, ну, усыновить, дать дом животному, который остался без хозяина. Приезжают и приезжают больше, как нам кажется. Есть ли какие-то постоянные клиенты, что называется, у которых уже, там, пять кошек, три собаки дома? Есть, но мы стараемся их ограничить, чтобы в одной квартире не было слишком много животных, потому что это дискомфорт для самих животных, это дискомфорт для соседей, и, ну, для самого владельца тоже он может просто не справиться. Поэтому, если мы чувствуем, что человек не рассчитывает свои силы, мы уговариваем его не брать больше животных. Ну, чаще всего нас, к нам прислушиваются. Существуют ли какие-то животные в приюте, которым вот нужны уже хозяева? Всем, всем нужны, всем, особенно тем, кто попал к нам из дома от хозяина, и кто не привык жить в таком вот большом, как сказать, в большом общежитии, где куча других собак и нет какого-то одного человека, вот им особенно тяжело, таким собакам нужен хозяин. Ну, все они нуждаются, то есть основная наша задача найти новый дом, не чтобы они вечно жили в приюте, а найти новый дом. Как относится к проблемным животным? Ну, скажем, агрессивным, или, да, или, может быть, с какими-то определенными болезнями, что-то такое. Люди, ну, проявляют какое-то сочувствие, что ли, больше, чем к остальным. Инвалиды все-таки остаются у нас чаще всего. Бывает, что забирают, вот у нас жил долгое время, год почти жил, кавказская овчарка, слепой кавказец, не видел, его выбросили. Родственники после смерти хозяина, вот он попал к нам, и жил у нас год очень красивый, очень дружелюбный, ну, никто его не брал, но в итоге он нашел своего хозяина, его забрали. Ну, такие истории, к сожалению, редки, чаще всего они остаются у нас. Давайте прервемся буквально на минутку на наш традиционный опрос. Да, мы задавали очень каверзные вопросы жителям губернии, смотрим. С выпущенными глазами и с долгими пятками. Это кто такой? Это кто такой? Я так понимаю, что, наверное, такого не существует в природе или есть такое животное? Я что-то читала про долган. Да, приятный. Нет. Или на елке он сидит, или кто? Большие глаза, весь зеленого цвета и очень большие пятки. Это не медведь? Коричневого цвета, может быть, круглый. Это белка? Ну, кто же, скажите? Это такое существо, оно очень доброе, пушистое. У него глаза везде, на пятках, на спине, на ушах. И он, кстати, может тоже нянчить детей, потому что, когда детей нянчишь, надо, чтобы глаза были везде. Про лозу гляжи. В колярске. А могут ли люди просто помочь приюту, которые не берут животных, а там, например, погулять? Конечно, конечно. Таких у нас, слава богу, есть люди. Приезжают, и собак выгуливают, и помогают убираться, и кормить. То есть и средствами помогают, и лекарствами, всякой амуницией для собак помогают. Есть, слава богу, такие люди добрые. Они вяжутся и возьмут уже к себе. Нет, у них есть для себя, для души, они не могут к себе домой забрать по каким-нибудь причинам. Они выбирают свою собаку, и вот приезжают к ней, я с ней гуляю, они там кормят, им вольеры обустраивают, по-всякому. Если у нас одна женщина приезжает, у нее две собаки у нас находятся. Она просто их на улице подобрала, они в подъезде жили, но вот не может она больше в подъезде держать, к нам привезла. И вот она им там и всякие матрасики подкладывает, и кормит, и помимо их, она еще остальные их подкармливает тоже. Привозит много-много мяса, и ходит, раздает, толпой их выгуливает. Она уже приучила, что я беру эту толпу, открывает вольер, и они как гусята за ней, все толпой пошли, погуляли обратно. И такие есть люди у нас тоже. Интересно, сейчас странно наблюдается, к нам стали приезжать целыми компаниями, да, корпоративная такая вечеринка, только вместо того, чтобы идти в кафе, люди приезжают в приют и делают что-то для приюта. Мужчины что-то ремонтируют, у нас всегда есть что ремонтировать. Женщины идут выгуливать собак. Вот за такой корпоратив у нас удается выгулить порой по 30-40 собак, это очень хорошо. В обычной деятельности мы не можем столько выгулить за день. Так что приезжайте, выгуливайте вместе с нами собак и кошек тоже. Как вообще вы решились открыть приют? С чего все началось у вас? Ну, наверное, у всех все начинается так, что видишь животное какое-то на улице, собаку или кошечку, хочется помочь, домой уже взять некуда, начинаешь искать, где же найти временный дом, временное пристанище. И вот так постепенно люди собирались и организовали приют, место, куда можно было бы привозить животных на время поиска нового хозяина. Три года назад это произошло и до сих пор существует. Потрясающе. Спасибо большое. Продолжайте делать такие добрые дела. Да, добрые дела. Каждое ваше животное обретет хозяин. Спасибо вам за помощь в том, что рассказываете о приютах, о том, что можно брать оттуда животных. Это большая помощь. Спасибо вам. Мы продолжаем. Спереди у нас новости губернии, а потом обязательно вернемся. Доброе утро. В эфире новости губернии в студии Ильдар Кагиров. На подготовку к проведению в Самаре игр мирового футбольного первенства потратят свыше 77 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней и не только. Соответствующая региональная программа претерпела изменения и теперь включает не 55, а уже 58 мероприятий. Об этом сообщили в областном парламенте. Более 17 миллиардов выделят из федеральной казны. Свыше 28 средств регионной областной столицы и чуть более 10 вне бюджетной источники. Кроме того, в отдельной статье расходов прописано строительство стадиона и реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Курумыч. У Самары появилась своя официальная эмблема к чемпионату мира по футболу 2018. Наряду с символикой мирового первенства разработаны похожие для каждого из городов организаторов. Вот так выглядит самарская. Использоваться она будет для продвижения региона и презентации его на российском и международном уровне. Кроме этого, обновлен плакат города. Здесь фигурируют два символа Самары – монумент славы и ладья. Такие изображения разместят в областном центре. Кроме того, плакат будет украшать стадион во время проведения Мундиаля. Уже в конце года всех выпускников ждет первый этап итоговой аттестации. 3 декабря все 11-классники напишут сочинение, которое теперь обязательное. Об этом сообщили в ходе брифинга в Министерстве образования. Пробное испытание уже прошло во всех школах области. Оценивать будут как зачет или незачет с возможностью пересдачи в феврале и в мае. Изменения коснутся и экзамена по иностранному языку. С 2015 года он включает в себя не только письменную часть, но еще и устную. Ответы будут записывать на аудионосители. Обязательными остаются два экзамена – по русскому языку и по математике. Математику можно будет сдать как на базовом, так и на профессиональном уровне. Выбор за школьником. Остальные предметы по выбору – выпускники прошлых лет, а также хорошисты и отличники могут сдать первое ЕГЭ уже 14 февраля по географии и русскому языку. Досрочный этап запланирован с 23 марта по 24 апреля. Основной период сдачи экзаменов с 25 мая по 26 июня. В этом году дополнительный период проведения ГИА в июле отменен. Определена возможность начисления дополнительных баллов и установлены минимальные границы не только для получения аттестата, но и для поступления в ВУЗы. Рособорнадзор пошел по такому пути, что он сохранил эти баллы почти по всем предметам за исключением трех. Это предметы математика, где для поступления в ВУЗ на профильном уровне должно быть 27 баллов. Это предмет общества знания, где теперь должно быть 42 балла. Это предмет иностранный язык, где мы теперь ведем речь о 22 баллах, той минимальной границы, не имея которой ты даже в ВУЗ не можешь предъявить свои результаты. Лучший преподаватель года работает в Самарском медицинском колледже имени Ляпиной. На всероссийском конкурсе, который проводился среди сотрудников учреждений среднего профессионального образования, женщина заняла почетное второе место. О секретах успеха и о том, почему теории без практики в этом деле не бывает, рассказала наша съемочная группа. В практической медицине она предпочла педагогику. Врач Марина Юдакова уже 26 лет преподает терапию. В этом году женщина заняла почетное второе место на всероссийском конкурсе «Преподаватель года». В том, что именно ее кандидатуру нужно выставить на состязание, в учебном заведении не сомневались. Это преподаватель, который обладает очень глубокими знаниями по преподаваемой дисциплине. Продолжает обучаться новым технологиям преподавания и успешно обучает студентов новым инновационным технологиям в медицине. Она старается более понятно, более изложенную, то есть материал, интересно нам предлагать как студентам. И действительно, ты после этого начинаешь осознавать, понимать значимость роли фельдшера в медицине. Конкурс проходил в четыре этапа. Участники заочно готовили видеоуроки и методические рекомендации. В финале 11 сильнейших преподавателей встретились в Санкт-Петербурге, где каждый провел творческую самопрезентацию. По мнению победительницы, ее успех не только сочетание традиций и инноваций в педагогике, но и свое особое видение основной задачи образования. Воспитать человека с большой буквы. Потому что в обществе потребления вот эти вот законы милосердия, они бывает часто отходят на второй план. И поэтому мы встречаемся с невнимательностью, с грубостью, может быть, иногда. Это не первая крупная победа Марины Юдаковой. В 2005-м она уже становилась лучшей среди преподавателей ПФО. Анастасия Гончарова, Алексей Гринев, Новости губернии. Больше новостей в наших следующих выпусках. До встречи. Доброе утро, губерния. С вами по-прежнему Виталия Пушнякова. И Александр Кондратьев. О забавных животных мы сегодня говорим. И, кстати, на нашей планете живут многие виды, которые только недавно обнаружены ученые. Да, и, между прочим, эти животные населяют не только дно океана, так, например, двухметровые ящерицы или новый вид африканской антилопы. И это только начало. Возможно, о следующих животных вы тоже ничего не слышали. Ангорского кролика люди из поколения в поколение выводили для того, чтобы получить мягкую шерсть, как совечки. Только, наверное, еще мягче. Внешний вид этого кролика описывают по-разному. Кот, дотронувшийся до линии электропередач. Сахарная вата. Ну, или облако с носиком. Да, на самом деле существует несколько видов этого кролика. Ну, и их очень любили держать у себя где-нибудь там на руках французские кролики. О собаках еще сегодня ни слова не сказали. Ведь есть и такая практически родственница ангорского кролика. Венгерская овчарка имеет внушительные размеры и является одной из самых крупных в мире собак. При содержании пса не обойтись без специального ухода за шерстью, ведь ее длина может достигать почти метра. Шерсть нельзя расчесывать, только разделять эти забавные шнурочки. А какапо можно в темноте вообще-то перепутать с собакой. А это новозеландский попугай вот такой вот. Вообще он похож на сову. К тому же, говорят, птичка не очень вкусно пахнет. Вот охотятся на зеленых пернатых собаки и кошки, поэтому численность их начала снижаться. Наверное, поэтому они научились гавкать, чтобы хоть как-то защищаться от врагов. Апистопрокт. Все, мне кажется, на одном названии можно уже остановиться. Вживую увидеть эту рыбку очень трудно. Они были впервые зарегистрированы только в 39 году прошлого века. Так почему же у этой рыбки прозрачная голова? Это потому, что она, по сути, функционирует как кабина. Развитое зрение этих рыб позволяет им смотреть вверх и назад с помощью вращения глаз, что позволяет им видеть добычу и хищников. А панда, оказывается, бывает и рыжий. Вот это животное семейство енотовых обитает в Непале, Китае, Бирме и Индии. Днем малая панда, укрывшись своим хвостиком, спит в дупле, но по земле передвигается она довольно неловко и медленно, по деревьям только бегает быстро. Эти животные предпочитают уединенный образ жизни. И так вот, например, самка выделяет себе территорию в 2,5 квадратных километра, а самцы и того больше в два раза. Ничего себе, квартирка! Пауки Дарвина были обнаружены всего-то 5 лет назад. Их шелк в 10 раз прочнее кевлара, который используется для изготовления пули непробиваемых жилетов. Каким-то образом этим паукам удается натягивать свои паутины через реки. Вполне возможно, что они перелетают на другой берег с помощью порыва ветра. Так послушаешь тебя, не сразу поймешь правду, ты говоришь неправду. Но с другой стороны, у нас впереди сюжет, в котором упоминается шерстяной картофель, поэтому чему уже теперь удивляться. Ирина Грумеза из Тольятти ведет наш репортаж с выставки «Ниже Нижнего». В начале была книга. Идея выставки «Ниже Нижнего» родилась на 10-летний юбилей одноименного издания. Сборник рассказов, где вымысел переплетен с правдой, создали трое авторов, один из которых художник Евгений Стрелков. Он вспоминает, что первый миф возник из шутки во время путешествия по Волге, куда друзья отправились из Нижнего Новгорода. Это произошло в Саратове у безымянного памятника. Экскурсовод опаздывал, а памятник был не подписан. И на вопросы нашей группы, кому же памятник, вот мой товарищ, будущий соавтор Вадим Филиппов, сказал, ну как кому Саратову. Говорят, а кто такой Саратов? Ну Саратов – это революционер, сподвижник Ленина. И вот он моментально придумал эту биографию. И мы были удивлены, что, в общем-то, все поверили. И когда пришел экскурсовод и стал говорить, что вот, наш город назван, это Стюрского, Саратыр, Желтая гора, все смеялись, наши экскурсанты. На протяжении всего путешествия по городам по Волжье друзья сочиняли небылицы о тех местах, которые посещали. В повествование для правдоподобия вплетали реальные факты. Среди экспонатов выставки есть вот такая необычная песочница с металлическими животными. Например, это очень обаятельный зайчик. Скажите, Евгений, а с чем связана эта экспозиция, с таким городом и с каким мифом? Ну, это работа московского скульптора Оли Хан. Ольга Хан делала сюжет про город Выкса. Это маленький городок в Нижегородской области на Оке, рядом с Окой. И он известен тем, что там с 17 века добывали руду и варили железо. И мы немножко довели эту историю. Мы в своей книжке написали, что там из железа делали, например, и просто любую утварь. Поэтому люди, которые с этим железом возились, они были очень сильные. И даже игрушки делали из железа. И дети вырастали, опять же, очень сильными. Хотя весит одна такая игрушка, наверное, килограмма 4-5. Выставка «Ниже Нижнего» иллюстрирует 16 рассказов из книги. Так, по мнению авторов, выглядел славянский алфавит от Казьмы и Демьяна, в честь которых назван город Космодемьянск. А это первый в истории человечества кинофильм. И создан он не французами-люмьерами, а уроженцами Углича. Есть здесь и история, связанная с Самарской областью. О том, как местный житель Иван Скотинин научился выращивать шерстяной картофель. Казалось бы, бред, но в основе легенды лежат реальные опыты, проводимые русскими учеными-генетиками. Так, переходя от экспоната к экспонату, зритель совершает собственное расследование. Распутывая клубок мистификаций, узнает реальные и любопытные подробности о жизни Поволжья. Самое приятное, что вся выставка практически посвящена нашим с вами землям, то есть Волге, родной реке. Но такой подход лично мне очень нравится. Это симбиоз разных видов искусств. Здесь встречаются и живописи, и инсталляции, и, собственно, сам текст, то есть сама литературная основа. Мне кажется, это очень интересно. Нетривиальный подход авторов книги к краеведению был отмечен грантом благотворительного фонда Владимира Потанина, который и обеспечивал финансовую основу для создания экспозиции. Познакомиться с полуправдивыми небылицами можно в Тольяттинском краеведческом музее до 30 ноября. Ирина Грумеза, Борис Кислицын. Для «Утро. Губернии» из Тольятти. Хочешь хворь прогнать за шеи? Вступай в общество маржей! Ура! В гостях у нас настоящие маржи, не побоимся этого слова. Представители Центра закаливания маржи, директор Центра Колесников Александр Михайлович, Анна Владимировна Кочуровская и Морозова Валентина Николаевна. Доброе утро всем! Доброе утро! Ух, сразу заряд энергии! Так и хочется прям в прорубь прыгнуть. Какой стаж уже у вас в маржевании у каждого? Александр, у вас сколько лет? В этом году я начинаю 12 сезон закаливания. Началось у меня это в 2000 году. Пока я индивидуально занимался, потом пришел в клуб закаливания. Клуб тогда был вазовский. Но прошло совсем немного времени, и теперь мы преобразованы в Центр закаливания и зимнего плавания. Центр наш насчитывает в сезон около 400 человек разного возраста, примерно 30% молодежи среднего возраста и пенсионного возраста 30%. Отлично. Анна, помните себе свой первый раз? Да, безусловно. Конечно, помню. Расскажите, какие ощущения? Я пришла, меня пригласила знакомая и сказала, говорит, пойдешь? Я сказала, да, схожу. Вот сразу вообще не задумывалась. Прямо сразу совершенно не задумывалась, причем одно было условие, что если я начинаю ходить, я не заканчиваю. Я сказала, это будет обязательно, именно так. И я начала в начале декабря, вот как раз в этом году, начало восьмого у меня уже сезона. Хожу с огромным удовольствием, по огромный позитив, снятие напряжения за день, поэтому рекомендую всем. Валентин. Валентин, да, ваша история. Ну, я уже дольше всех, наверное, из присутствующих 28 лет. 28 лет! Ого! И зимой, и летом. И зимой, и летом. Бегала по утрам, сначала сама купалась до поздней осени, а потом увидела, люди там, оказывается, и зимой купаются. И они пригласили меня, и я так и вступила в клуб моржей. Но тогда, конечно, у нас условия были похуже, сейчас-то уже совершенно по-другому. Ну, о чудодейственных свойствах, конечно, нужно рассказать, потому что все думают, ну как так, ну что там, омолаживаешься, перестаёшь болеть, что происходит с организмом? Расскажите. Ну, действительно, мы... Это не значит, что мы... Нам часто задают такой вопрос. А вы что, вообще не замерзаете? Безусловно, мы замерзаем. Также в морозы мы можем мерзнуть, но мы реже болеем, скажем так. Ну, на больничные я на протяжении, на лет 10 я просто не хожу. И если даже есть какое-то начало, то, в принципе, даже прорубь является панацией в данном случае, для меня, во всяком случае. Поэтому, и безусловно, люди выглядят очень хорошо. Чаще всего сложно определить возраст человека. Потому что, я не знаю, на каком это фоне, на каком уровне, но действительно люди выглядят моложе. Это безусловно. Пришли не с пустыми руками, кубки, медали, проводятся какие-то соревнования. Вы, видимо, их участвовали. Да, у нас соревнования регулярно проводятся. Основные соревнования для нас это чемпионат Республики Татарстан по зимнему плаванию, который ежегодно в феврале месяце проводится в Альметьевске. Здесь часть наших достижений. Наша спортивная команда выступает достаточно успешно, занимая в индивидуальном зачете и в командном зачете призовые места. Также часть наших товарищей участвовала в чемпионате мира. Вот Петров Роман Леонидович нам передал свою медаль бронзовую. Это очень высокое достижение для данного класса соревнований, поскольку там выступают профессионалы. А он, Петров Роман, является таким. Ну... А как вообще проходят такие соревнования? Кто дольше в воде просидит? Или как вообще это бывает? Ну, тут, видимо, плавание, да? Да, да. У нас в Куперне не проводится. Есть разные дистанции, соответственно, от 25 метров и до 500. То есть сам человек для себя выбирает. Причем многие не на скорость, а вот просто на нахождение в воде. То есть собственное преодоление для них. И есть люди-инвалиды приходят, которые как таковыми себя не считают. И слава богу. Молодежь. Очень много молодежи в последнее время. То есть дистанции разные. Я говорю, каждый сам. Валентина, как ваша семья относится к вашему увлечению? Есть ли последователи уже? Ну, последователи были. Внучку водила, но сейчас она уже выросла, интересы поменялись. И у меня правнук уже родился. Скоро его, наверное, буду приобщать. Ну, кстати, да, с какого возраста можно начинать закаливать? Больше маленьких у нас совсем закаливают. Я с трех лет водила внучку, а есть совсем детей, малышей окунают прям. Ну, я могу сказать, так скажем, медицинская наука, спортивная рекомендует для детей не старше 7 лет, поскольку процессы терморегуляции у более младшего возраста детей более младшего возраста несовершенны. А какие еще можно сказать вот новичкам? Вот, например, я решил заняться проживанием, да, что посоветуете? Морально как-то подготовиться, физически? Я всегда говорю о том, что все в нашей голове. Отжимания делать. 90%, ну, процентов 80 пришедших к нам людей говорили о том, что мы никогда это не сможем. Но как только они пришли, это попробовали, сейчас они говорят, боже мой, почему мы не сделали это раньше? Поэтому я считаю просто вот самому. И, кстати, действительно, многие начинают на крещенские, то есть во время крещения. И если вы уже это сделали, значит, вы наш клиент. Я могу добавить, так же, как во всяком виде деятельности, а моржевание является видом деятельности, основная заповедь для нас это регулярность и постепенность. Ну и правильно Анна сказала, все проблемы в нашей голове, если у вас есть желание, вы свернете горы и сможете эффективно поправить свое здоровье. А где проходят занятия? Как на улице или специализированные бассейны с холодной водой? Наверное, просто. Ну, у нас проходит это все в природных условиях. На берегу Жигулевского моря мы рубим прорубь. Сейчас пока еще вода не встала, ждем с нетерпением, когда это произойдет. Ну, уже купаемся. Прорубь мы поддерживаем размерами где-то шириной 2 метра, длиной до 10 метров. В обычной воде, в холодной воде, в зимней воде плаваем. А разница вообще очень существенная между бассейном холодным, когда ты приходишь куда-то в сауну, и в натуральном водоеме. Это разница очень существенная. Валентина, есть ли те люди, которым вы бы не посоветовали никогда в жизни моржевать? Ну, какие-то... Есть, конечно, люди, которые не переносят совершенно холод, а остальные, по-моему, никому не противопоказывают. Ну, все, после эфира идем купаться в прорубь. Спасибо большое. Мы вас ждем. Приходите к нам. Всего доброго. Ну, после таких морозных разговоров захотелось нам немножко согревающего чего-нибудь, например, вспомнить о летнем Грушинском фестивале, о том, как он проходит. Написал, наверное, много историй в своей книге ее создатель, ну, а расскажет о нем Елена Шишкина. Уже больше 40 лет Грушинский фестиваль собирает тысячи удивительных людей в одно время, в одном месте. В расписании бессменного руководителя клуба Бориса Кельмана, который всегда находится в гуще событий, множество интересных встреч и необычных знакомств. За четыре десятка лет в его дневнике скопилось столько занимательных историй, что было бы непростительно не оформить их в книгу рассказов о Грушинском и Грушинцах. Грушинский фестиваль не исчерпаем. Там за это время, за эти вот четыре дня, пока он идет, ты столько услышишь, столько интереснейших всяких событий пройдет перед твоими глазами, столько интересных всяких вещей тебе расскажут, и смешных, и каких-то необыкновенных, и трагических, и всяких, что вот просто нельзя это все не записать и не запомнить. Вот поэтому и родилась эта книга. Некоторые страницы книги читаются как увлекательный приключенческий роман. Мы идем на плоту по реке Ципа, бешеная вода несется сумасшедшей скоростью, мы летим просто стрелой, и вот впереди вдруг такая пучина возникает, как будто кто-то из водяных каких-то пушек стреляет в небо, ну страшно, мы туда влетаем, и вот сейчас вот в этой книге, я только что открыл страничку, и там возникает четырехметровый гигантский вал, вот гигантский удар такой, и я вижу, как бешеный вал уносит Таню Тишкину. К счастью, этот случай закончился благополучно, его подробности можно найти на страницах издания. Как и многие другие истории, драматические и смешные, именно это необычное сочетание, а также уникальный дар рассказчика делают книгу интересной даже тем, кто часто сам бывал участником описанных событий, и также как автор стоял у истоков уникального для всей страны явления Грушинского фестиваля. Эта книга важна и нужна не только туристам Самары, но всем гостям, всем друзьям, Бориса, клуба Грушина Валерия, все было просто и скромное, маленькая горточка людей и так далее, песни у костра, но во что выросло, в какое явление великое, когда были годы, было сто тысяч зрителей, гора стонала, пела, восторгалась, светилась, это было чудо. Харизм, это, конечно, греческое слово, это милость или Божий дар. У Бориса Рафаильевича милостью Божией дар открывать новые таланты, только на Грушинке появился и обрел свою силу Олег Митяев, стал заслуженным артистом. Сам автор считает, что Грушинский фестиваль это не просто бренд губернии и прекрасная стартовая площадка для исполнителя авторской песни, но и в первую очередь уникальный уголок общения и творчества со своей непередаваемой атмосферой. Именно поэтому и родилось у книги такое название «Палаточный рай». Мы вообще всегда считаем, что рай это где-то в заоблачных выясах, оказывается, он бывает и на земле. Елена Шишкина, Дмитрий, АллатРцев, Утро губерния. Диковинные животные присутствуют и в нашем гороскопе. Да, например, овны. Ловите удачу за хвост, доверяйте интуиции, действуйте как можно быстрее. Скорость поможет в достижении результатов, все пройдет как по маслу. Тельцы, замечтались вы сегодня. И это, в общем, неплохо, если вы сможете построить реальные планы на основе ваших фантазий. Это не так трудно, как можно предположить на первый взгляд. Близнецы, многие из вас столкнутся с нехваткой информации. Не обязательно сразу же бежать в библиотеку, но решать проблему на дом, иначе бег по карьерной лестнице может застопориться. Раки, чрезмерное проявление смелости, чревато не только приятными последствиями. Кажется, что море поколено, но на самом деле, когда начнете тонуть, помогать будет некому. Сто раз обдумайте свое поведение. Львы, мир ваш вертится вокруг родственников, старших да младших. Сделайте паузу и уделите время самому себе. Это не будет слишком эгоистичным поступком, окружающие все поймут. Девы, пришло время найти себе новых помощников. Старые уже как-то выбились из сил, дайте им отдохнуть и сами правильно распределите обязанности. Все идет по плану. Весы, не стоит доверять тому, кто пытается навязать вам совет. Весами легко манипулировать, поэтому попробуйте спросить мнение и других людей, чтобы составить полную картину. Скорпионы, день может быть осложнен конфликтами, которые имеют далеко идущие последствия. Постарайтесь гладить острые углы, иначе расхлебывать придется всю оставшуюся неделю. Стрелец, привлекайте внимание, не боясь показаться навязчивым. Если хочется вырядиться в пух и прах, позвольте себе такую шалость. Экстравагантный галстук или красное платье оценят и коллеги, и вторая половинка. Козероги, несмотря на понедельник, день у вас развеселый. Смейтесь, улыбайтесь, дарите окружающим хорошее настроение, увидите, как это благоприятно повлияет на ваше окружение. Водолеи совсем обленились, поэтому день пройдет под девизом «Делай что угодно, только не то, что надо». Бурная деятельность, тем не менее, принесет неплохие результаты. Рыбы, Новый год еще не наступил, а вы вовсю уже принимаете подарки. На каждый маленький знак внимания отвечайте взаимностью, тогда подаркопад не закончится до самого Рождества. Друзья, наберитесь смелости и хотя бы холодной водой из душа ополосните себя. Может быть, моржом станете или на худой конец морским котиком. Ну или просто котиком. С вами сегодня были Александр Конразев, Виталий Пушенкова. Увидимся завтра. Всем пока. Благодарим фитнес-клуб Киноп-велнос за помощь в проведении съемок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова